В этом выпуске мы решили составить рейтинг самых впечатляющих московских деревянных построек. Да, ну и рожа. По всему видно – головорез. А вот здесь, где Русаковская улица, а 100 лет назад Сокольническое шоссе, уходит под железнодорожный мост – идеальное место для засады. 6 января 1919 года здесь, на пересечении Сокольнического шоссе и Меськовской соединительной линии, все пересеклось, все соединилось. И головорез, и засада. Знаменитый московский бандит по имени Яков Кошельков губ стопнул автомобиль с фраером. Фраер кричал что-то вроде «я Ленин, я Ленин», а Кошельков даже не разобрал фамилии. Ну и что, что ты Левин? И отобрал у Ленина кошелек и автомобиль заодно. Но ведь то, что Кошельков расслышал, как Левин, это был Ленин. Тот самый Ульянов. Потом Ульянов будет хорохориться в своей книжке «Детская болезнь левизны». Представьте себе, что ваш автомобиль остановили воуженные бандиты. А чего представлять? И представлять не надо. 6 января 1919 года всесильного советского вождя, диктатора Ульянова Ленина ограбили по пути в Сокольнике. Якова Кошелькова потом долго не могли найти и убили только во время уличной перестрелки. Он и правда понятия не имел, что за Левин. А сам Ленин? Куда он ехал? А вот сюда. По Сокольническому шоссе, прямо в Сокольнике. До сих пор сохранилось в Сокольниках здание, куда на свою голову ехал Ленин. Вот, красивейший дореволюционный особняк, прямо в парке, да еще и деревянный. У Ленина были там кое-какие делишки? И о них чуть позже. Каков домик? Деревянная Москва. Надо же. Она оказывается еще жива. И такая, и такая, и такая. И вот такая. Надо бы ее рассмотреть. Всякий знает, когда-то вся Москва была деревянная. Но настолько, что в летописи описан факт. Шли в 1176 году навстречу друг другу князь Михалка с войском из Москвы и князь Ярополк с войском из Владимира. И хотели биться. Но, как с облегчением пишет летописец, божьим промыслом минус Тася в лесах. То есть заблудились. Так было много леса, что даже гремя доспехами и то заплутали. В общем, стройматериала было много. Построить дом из дерева было все равно, что собрать панельку из блока. Только в отличие от хрущевки, можно буквально за день управиться. Ну, вот один из обыденских переулков. Вот еще один. А вот это... Здрасте. Церковь Ильи Пророка Обыденного. Обыденная церковь, это церковь, построенная за один день. Объедин день. Ну, то есть всей улицей навалились с первыми петухами и до захода солнца срубили. Такая церковь когда-то стояла и здесь. Потом окаменела. И Москва стала каменной. Но нет-нет, да и пролезала ее подлинная душа. Деревянная. Ведь еще недавно на фоне большой истории теплилась та прежняя жизнь. В Москве до сих пор около 150 деревянных домов. Почти все, разумеется, памятники истории. Ну, вот и глянем ей в душу. Из 150 домов выберем 5. Не домов-музеев, нет. Не классических дворянских усадеб. А таких домов, которые появились в Москве и выжили в ней, как будто случайно, как будто вопреки. Тем-то они нам и дороги. Чтобы понять Лямина, вернемся к Левину. Или Ленину, как его там. Ну, в общем, куда он ехал. Сюда! В школу! Ну, стоп-стоп, не все так сразу. Ведь когда-то здесь было приличное место. А именно дача Лямина. Иван Лямин был городским главой. Что-то вроде главы исполнительной власти, но выборной. Были еще московский городоначальник и московский генерал-губернатор. Но тех назначали. А голову избирали. Вот и Лямина тоже выбрали. Лямин любил сокольники. Еще бы! Тишь да благодать! И дачу себе построил тоже здесь. Да, прошло с тех пор много лет. Наломано, как видите, много дров. Вот эта водонапорная башня – один из символов ляминской рачительности и благодарности потомков. Ну, как видите, у людей круга Ивана Лямина была необходимость в эстетичности даже объектов хозблока. А ведь помимо водонапорной башни на даче были гостевой домик, сторожка, зимний сад, бассейн, оранжереи. Даже романтический искусственный грот. Да, Иван Лямин явно любил режим all-inclusive. А вот советская власть любила просто режим. Дачу отобрали комиссары в кожаных пальто. И семейство Ляминых убыло в эмиграцию. А отобранная у Ляминых дача досталась даже не понявшего по какому такому случаю – трудовому народу. Но дачу Лямина ждала не самая обычная судьба. Уже весной 1918 года в ней открыли лесную школу – экспериментальное учебное заведение. Лесная школа – это давняя европейская гуманистическая идея обучения не в режиме «быстрее, выше, сильнее», а на природе, с прогулками, с играми. Хорошая, в общем, идея. Такую школу и открыли в Сокольниках прямо на Ляминской даче весной 1918 года. Вот первое поколение сокольнических лесношкольников. Дети были разные – как крупных функционеров, так и рабочих. Подчинялась эта школа напрямую Народному комиссариату не просвещения, а здравоохранения, сокращенно НКЗ. Дети свое учебное заведение так и называли – лесная школа на Козе. А это Надежда Крупская, жена Владимира Ульянова. В 1918 году Крупская нездорова, у нее обострение базедовой болезни, и ей прописывают жить на природе. Сокольники – идеальный вариант для жены человека, работающего в Кремле. Огромный парк, примыкающий к настоящему лесу, и при этом почти что внутри города. Крупская живет при лесной школе, а в самой школе готовится к зимним праздникам. Наступает январь 1919 года. И вот Ленин едет на елку, а по дороге случается тот самый эксцесс с бандитом Кошельковым. Несмотря на то, что дальше Ленин пошел пешком, а покрыв о добром дедушке на елке все же появился. Если принято считать, что Лев Толстой очень любил детей, то дедушка Ленин и вовсе души не чаял. В детских книгах об этом событии елки в Сокольниках писали так. Катя перестала плакать, вытерла платочком слезы и сказала, «Ленин, а ты не уезжай от нас, так и живи тут». Ленин засмеялся. «Да я и так неподалеку живу». Не исключено, что Ленин и дети вправду неплохо провели время вместе. Но дедушка Ленину не было тогда и 50 лет. И все же лесная школа на Козе была местом, по всей видимости, замечательным. Старый дом, парк вокруг, усиленное питание, книги и песни. Одна из таких песен, кстати, посвященная отбою, была со следующим текстом. «Вставай, лежаньем утрученный, мир наших ляминских ребят. Кипит наш разум возмущенный, когда ложится нам велят». Узнаете? К 22-му году в Москве было уже 26 лесных и санаторных школ, где обучалось больше тысячи детей. Но светлая идея со временем померкла. Ногда Челямина устроили детский санаторий, а потом ясли для работников завода «Красный богатырь». Теперь здесь снова школа. Называется «Академическая гимназия». Но судя по тому, что внутрь нас не пускают, это еще неизвестно, чем они там в гимназии занимаются. Но все равно, пускай внутрь, не пускай, будь там хоть гимназия, хоть лесная школа, да хоть зоопарк, все равно мятное здание в парке Сокольники – это дача Лямина. Как ни крути. Ну вот, номер 4. Сооружение в Москве известное – Погодинская изба. Улица, кстати, тоже Погодинская. Дом 12А. Ну вообще в слове «изба» нет места для дискуссии. Ну какой еще может быть изба, кроме как деревянной? Но хозяин этого дома Михаил Погодин – ученый, писатель, издатель, член Петербургской академии наук, почетный профессор Московского университета, тайный советник. И зачем такому человеку изба? Может, еще лапти? А может, и лапти? Из школьных учебников мы помним, что общественная мысль в Николаевской России раздвоилась на западников и славянофилов. Легко любить западников. Личные свободы, массовое просвещение, либеральные ценности. И кажется, будто славянофилы, в противоположность, это дымострой, крепостничество и скрепы. Но к славянофилам относят лучших людей времени – Алексея Хомякова, Константина Аксакова, даже Федора Тютчева и Федора Достоевского. Не сказать, что исключительно поборники кнута, правда? Вот и Михаил Погодин тоже был славянофилом. Вот представьте себе такого человека. Родился крепостным крестьянином. В 8 лет вместе с родителями получил вольную, выучился грамоте, поступил в университет, сделался образованным человеком, а потом поднял всю пасконную, древнюю, народную культуру на эстетические вершины. Туда, в небесные выси. Всю жизнь Михаил Погодин исследовал старую Москву, собирал московские древности, издавал жену «Москвитянин», читал старые рукописи, обожал все русское, да еще и заражал всех вокруг. В том числе и богатого московского купца Василия Гокарева, который решил сделать главному москвитянину подарок и заказал у архитектора Николая Никитина избу. Вот она. Изба была подарена Михаилу Погодину и с тех пор называется не иначе, как «Погодинская изба». Конечно, это не изба, в смысле не крестьянский дом. Это игра в избу. Вот настоящие поволжские избы. Похожая резьба, похожая крыша, похожие окна. Но «Погодинская изба», она не для крестьянина. Она для ученого-славянофила. И потому служила Михаилу Погодину рабочим кабинетом и местом для встреч. «Погодинская изба», более того, стала одним из первых московских зданий в национальном стиле, его манифестом. Но вот представьте, есть настоящая древняя архитектура. Ну вот и вот. А есть архитектура современная для середины 19 века. Вот, вот и вот. А есть что-то новое, что-то пробуждающееся, что соединит современную архитектуру и исконно русскую эстетику. Да, то, из чего родятся и исторический музей, и здание ГУМа, и Ярославский вокзал, и вот здание посольства Франции на Якиманке. А началось все здесь, в Погодинской избе. Когда-то Погодинская изба была частью большой усадьбы. Кстати, без всяких там избушек, узорчиков и кокошников. Но саму усадьбу уничтожил немецкий авианалет в 41-м. А деревянная изба, как ни удивительно, осталась. Так и стоит на Погодинской улице всем своим видом, вознося все русское наверх. Нет, были, конечно, в русской истории периоды, когда и возносить-то ничего не надо было. Все само возносилось. Но одно дело бить себя в грудь криками Россия! А другое знать, чувствовать и передавать другим. вот так. СИГНАЛ На третьем месте целый поселок деревянных домов под названием Соломенная Старожка, который когда-то был построен для преподавателей Тимиреевской академии, сейчас принадлежит самым разным людям, в частности, вот Алексею. Здрасте. Да, здрасте. Алексей любезно согласился нам рассказать о своем доме. Дом я приобрел в 2011 году, мы делали ремонт и в 2012 году уже сюда переехали. Я бы сказал так, что пришлось даже скорее выгнать строителей, поскольку им тоже здесь, видимо, очень нравилось. Вот кое-какой набор фактов я знаю об этом доме и вообще обо всем поселке. Я знаю, что это 20-е годы, конкретно это 27-е, и что это архитектор Карл Гиппиус, один из самых магических московских архитектов. Совершенно верно. В 2025 году было получено разрешение с помощью Тимирязевской академии выделено место для преподавателей. Изначально это были дачи. И началось строительство, и в основном все дома были построены где-то в 1926-1927 году. В частности, вот мой дом в 1927 году. Он выглядит, конечно, одновременно как памятник эпохи, довольно авангардно, с другой стороны, дача как дача. Дача как дача. И он отличается тем, что вот Карл Карлович Гиппиус в свое время экспериментировал немного. Если видите здесь ломанные крыши, если вы посмотрите практически во всем поселке вот есть такой вот элемент ломаных крыш. Хорошо. А пойдемте посмотрим его сзади теперь. Да, конечно. Все очень здорово, конечно, его сзади увидеть. Он еще более дача сзади. Ну да, сейчас это полноценные жилые дома и со всеми удобствами. Конечно, когда мы въехали, здесь не было канализации. Протекала крыша и всеми вытекающими последствиями. Все постройки, конечно, тут перекосились, в частности. Вот кухня, которая была пристроена. Но полностью восстановили сейчас все. Функционировать должно. То есть с 27-го года по 2011-го в нем не было канализации? Нет, была выгребная яма. У меня сейчас там стиральная машина. А каково вообще жить в деревянном доме в Москве? Ну, вы знаете, совершенно другие, конечно, ощущения. Как городской житель, например, я знал, что есть воробьи, синички, снегири и не более того. Сейчас я, наверное, полторы дюжины могу идентифицировать птичек. Когда мы переехали в этот дом, нас почему-то как-то потянуло на домашний театр. Жена написала пьесу. И потом, разбирая здесь всякие архивные бумаги, я нашел программку от руки написанную. Здесь ставился именно в этом доме спектакль, где были задействованы все жители, молодежь, скажем так. Вы дома здесь нашли? Да, здесь нашел программку. То есть они ставили домашний театр у них был. То есть, видите, каким-то образом дом влияет и на нас и определяет сознание. домашний театр. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это Вена второй половины 19 века. Блистательный, великолепный город, застроенный современной роскошной архитектурой, средоточием европейской мысли. Очень снобское место. Тогда же в Вене появляются кофейни, которые называли, да и сейчас называют венскими. Белая скатерть, молочник, кофейник, глубокие мысли, тонкие суждения и свежие новости. В 1873 году в Вене проходит всемирная выставка. Одна из тех, которые в современном мире называют экспо. Тогда это мировой форум всего самого передового в науке, искусстве, архитектуре и обустройстве человеческой жизни. Грандиозное мероприятие. Более 7 миллионов посетителей. Это полтора века назад. И вот на всемирной выставке, где великие державы меряются достижениями, премию получает в венской публике, наверное, пинснепы упадывали. Это. Это? деревянный дом? Серьезно? Более чем. Это дом Параховщикова. Помните московских славянофилов, поднявших все русское, славянское, исконное, пасконное, на невиданную доселе высоту? Так вот, погодинская изба была первой ласточкой. А через 20 лет славянофильская архитектура это уже тренд. И более того, тренд порождает вот такие московские сооружения. московские 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 купец, гласный городской думы и славянофил. Может быть, человек и не научных убеждений, но не менее, чем его славянофильские предшественники страстных. Здесь, на Никольской улице, Пороховщиков открывает ресторан. С каким вы думали названием? Славянский базар. А в Славянском базаре есть концертный зал. С каким вы думали названием? Русская палата. А в Русской палате висит картина. С каким вы думали названием? Картина Ильи Репина славянские композиторы. Никакого Вагнера или Бетховена. Сплошь Шопены, Дворжики, Римские, Корсаковы и прочие глинки. Ну и какой бы вы думали дом может быть у такого человека? Только такой. Сложенный из толстых бревен с резными наличниками, карнизами и подзорами. Очень русский, но сделавший традиционный образ деревянного дома настоящей современной архитектурой. В Вене там в архитектуре знают толк. Дом Пороховщикова оценили и дали премию на той самой всемирной выставке. Если чтить национальные традиции, но жить здесь и сейчас, то только так. деревянные дома в большом городе сейчас воспринимаются как что-то или старинное, или временное. Но тогда-то они не были такими ни старинными, ни временными. Дерево создавало совершенно особенную связь с землей, с человеческой памятью, с городом. Владельцы деревянных домов догадывались, что нет, ни камень, ни навсегда. Но верили, что при должном тщании очень надолго. есть в Москве деревянные дома удивительной судьбы. Ляминская дача с Крупской и ограбленным по пути Лениным, она же лесная школа, она же нынешняя школа за забором. Есть Погодинская изба, гимн славянофильству и москвитянству, кабинет великого и ужасного Михаила Погодин. Есть дом Пороховщикова, сшибавший пенсне свенских снобов. Но первое место хотелось бы отдать, наверное, самому удивительному и неповторимому московскому деревянному сооружению. Это остановка трамвая 27-29. Называется Красно-студенческий проезд. А это ее исторический дублер. Деревянно-чугунная остановка архитектора Владимира Шервинского. изящная, элегантная, очень московская. Первый трамвай в Москве пустили в 1874 году. Он управлялся лошадьми и в обиходе назывался конка. В 1886 году поехал паровичок. Трамвай на паровой тяге. Весьма пожароопасный, а потому ходивший от греха подальше по городским окраинам. Вот здесь паровичок и делал свою остановку у парка Дубки. Потом паровичок сменился на электрический трамвай, а остановка, ну, натуальная остановка осталась. Сооружение небольшое, скромное, ну и по сути-то функциональное, но свою деревянную одежду не променяет ни на какую другую. Как бы сказали славянофилы, своя рубаха ближе к телу. Субтитры создавал DimaTorzok